хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как ваше полное имя артур лепатов артур олегович год рождения тридцать первый десятый девяносто шестой у нас 15 лет разница и 81 сами родом откуда владимирская область город миленки хмельники миленки миленки да большой город не вышла сколько там население тысяч 50 какое звание и должность старший прапорщик старшина какие войска получается мотострелковые это стрелковые когда зашли в украину 15 августа 1022 года плен когда взяли 2 октября 1022 а какое направление получается харьковское направление 2 октября это где взяли населенный пункт баровая обстоятельства обстоятельства командование бросил смысл но стоял на посту никто не менял шел никого нет и и пошел отходить сам один и уже то есть уже было кольцо и уже не вышел из этого кольца в котел попали да а какие задания ставились когда заходили задание ставилось наблюдение стоять на посту доклад что если будет прорыв противника доклад в основном то есть и отступали постоянно самый большой было месяц простояли где рядом со зимой в лесу и все и потом только отступали отступали на 12 сентября было отступление контрактник когда подписали подписал мобилизационный мобилизационный резерв в двадцать первом году и получается 14 августа пришла повестка я думал на сборы как бы получается мобилизовали сколько пещеры платить на 200 тысяч и если будут каждый день там наступление боевые то еще ну то есть если будет каждый день каждый день там 4 200 а если там допустим наступление то восемь то 400 то есть еще два раза больше то есть 400 тысяч можно было заработать если движуха серьезно да да если наступление я понял семья есть есть дети дочь я в разводе сейчас я понял то через сколько четыре года до того как пошли воевать чем занимались работал на заводе кем формовщика стального литья я понял а зарплата какая была тысяч 40 45 я понял а зачем это подписали мобилизационный резерв на мобилизационный резерв как бы было тоже там платили сколько там на сборы приезжали на три дня три с половиной тысячи все деньги деньги там на месяц собирались сборы то есть и с работы платили деньги 3 с половиной тысячи в день да нет три с половиной тысячи за три дня было а за три дня да то есть ты там вас просто вызывали и за это платили да и сколько раз это было до 21 22 года вот двадцать первом году почти каждый месяц было в декабре на месяц получается в марте прекратили вообще то что специальная операция и его получается до августа вообще не было я понял а объясняли для чего вот этот мобилизационный резерв был до случай войны нас сразу призывали от ну мобилизовано а что говорили что будет война вот тогда когда подписали двадцать первом году не вообще ничего не были просто были там проезжают там тренируетесь там а в случае одну хорошо а должны были бы объяснять но в случае войны с кем вообще не объясняли вообще не объясняли да у вас образование какое среднепрофессионально какая специальность техник техник по ремонту это транспорт я понял 40 тысяч это мало да для вот для города где вы живете но типа ну где 40 где 400 это много правда но это да это там разница просто большая стимулом были только деньги вот то что пошли на контракт призвали меня как бы не призвали мобилизовали хорошо мобилизовали для меня стимула вообще никакого не было также работал то есть если вы не мобилизовали я бы не побежал бы сюда и стали вы меня отказаться могли отказаться пугали тюрьмой штрафами тюрьмой ну хорошо ну и сколько в тюрьме нужно было отсидеть уговорили там от пяти до десяти лет а кто пугал сами эти то с военкомата офицеры пугали то там были вот где в части где проходили сборы пугали вы пробовали отказаться или как ну там пробовали но говорили так и так будет это штрафа тюрьма но никто не отказывался короче все вот сказали так будет никто не отказался его тоже да я не отказался вы лично за что здесь ну это давайте так пойдем от адама и его как говорят для вас это война или спецоперация для меня это вообще не знаю что это вообще такое и как бы и не война и не спецоперация это непонятно что творится почему вот спецоперация вот как вы понимаете что такое спецоперация спецоперация как нам意ли то что мы тут освобождаем от нацистов типа Донецк и Луганск захватили нацисты вот эти азовцы Донецк Луганск захватили нацист да я согласен Донецк и Луганск можно сказать но захватили не нацист и расист знаете такое да у Донецк и Луганск потому что 2014 года эти города не под контролем Украины. Здесь я согласен. Немного поправим эту терминологию. Рашисты. Будем так говорить, да? Да. Не согласны с этим? Да, я вообще не разбираюсь. Наши говорят так, ваши говорят так. Я не знаю, как кому верить вообще. Но вы лично за что? Вас призвали. Вы лично за что? Я вообще просто замер, чтобы вообще войны ничего не было. А то, что нет мира, кто виноват? Россия, получается, виновата. То, что мы, получается, вторглись. То, что вот это нам, как объясняли, то, что вот мы идем освобождать. То есть там убивают людей мирных. То есть вот Донецк, Лугасск, освобождаем. И то, что вообще говорили, то, что там будут ставить базы НАТО. То есть если Украина вступает в Евросоюз, то там НАТО поставит свои базы. То, что этого не нужно допустить. Вот с этой целью типа вы должны поехать. Что такое НАТО? НАТО? Решифровку не знаю. Не знаете, да? Серьезно, не знаю. А вообще, что это такое НАТО? Ну, давайте не будем расшифровывать. Что такое НАТО? НАТО – это как бы войска Евросоюза. Евросоюза, да? Да. А для чего она не создана? По защите, как бы, Европа. Или... Ну, по защите Европа получается. А от кого защищать? От кого защищать не знаю. Не знаете, да? В общем. А как выглядит должна база НАТО? Тоже не знаю. Ну, вам что-то рассказывали? Что-то рассказывали. Показывали, говорят, там поставят базу НАТО и там поставят эти ракеты приносные установки, чтобы ближе было границам и чтобы можно было бомбить Россию. А зачем НАТО бомбить Россию? Не знаю. То есть, вот от Америки все говорят, все идет вот это. Так при чем здесь Америка и НАТО? Вы сказали, что это войска Евросоюза. Ну, войска Евросоюза были. И нам так говорили. Я как бы сам не знаю. Но Америка что-то имеет к НАТО или не имеет? Что-то имеет. Я говорю, она его управляет. То, что вот если они поставят туда базу свою, две базы, то, что если что, вдруг с Америкой, Россия с Америкой будет, как сказать, начнется между ними война, если вдруг начнется между Россией и США война, то базы рядом и то, что Америка нанесет удары по России. Я понял. То есть, давайте построим логическую цепочку, чтобы много понимать. То есть, Америка управляет Евросоюзом, Евросоюз, который имеет НАТО. Правильно? Ну, да. Понял. Где здесь в этой всей истории Украина? То, что вот Украина ближе всех на границе России и то, что вот она вступает в НАТО. Она вступает в НАТО? Ой, Евросоюз. Евросоюз. Да. И то, что там будут размещаться базы НАТО. И то, что вот все на границе будут стоять базы и поставят туда ракеты и будут наносить удары по России. Артур, вы себя считаете умным человеком? Ну, не прям слишком умным. Ну, как бы здравомыслящим. Здравомыслящим, да? Я немного вам объясню, да? Немного больше. Америка член НАТО. Евросоюз и Америка это две разные вещи. Украина в НАТО не вступает. Она хочет вступить в НАТО. Большинство жителей Украины поддерживает вступление Украины в НАТО. О размещении баз никакого разговора не шлось. Продолжаем. Хорошо, с НАТО понятно, да? А где эти базы должны были стоять? Вот в каких городах? Города не говорили просто в Донецке, в Луганске. Хорошо, давайте дальше пойдем. А зачем НАТО Россия? Зачем НАТО Россия? То есть, если с Америкой вдруг... Нам просто говорили, что с Америкой если будет война, то что... А почему она должна быть? В чем причина между Америкой и Россией? Даже не знаю, почему. Потому что всегда какая-то постоянная между Америкой и Россией какая-то непонятка. Холодная война была. Но это не между Америкой и Россией. Это было между Америкой и Советским Союзом. Ну, то сейчас типа между Америкой туда-сюда. А что хочет Америка от России? Не знаю. Не знаете, да? Ну, война должна была вспыхнуть, да? Да. А вы это все видели где? По телеку? По телеку, ВКонтакте, в социальных сетях. Я понял. А телек кого смотрите, журналистов? Кого можете назвать русский? Российский? Блин, телевизор-то я уже давно не смотрел. Скопеева, Соловьева любите? Нет. А кого любите? Это кто все вещал? Вот это НАТО, базы, вот это все фигня? Вот это говорили от людей, я реально слышал от офицеров и видел ВКонтакте там армию России. От российских офицеров, да? Да. То есть они тоже верят в это все движение НАТО, Россия и так далее, да? Да. Хорошо. Это вот еще какие-то например аргументы почему, чтобы можно было оправдать ваше пребывание. Ну с НАТО вы поняли, да? Вы все-таки понимаете, что НАТО это Североатлантический альянс, там ходит много стран, Европа, Америка Украина независимая страна, суверенная. Да. Она может хотеть НАТО? Да. А почему россияне тогда этому препятствуют? Ну это препятствует президент, наверное, а не россияне. Так вы тоже, вы же сюда пришли. Вас мобилизировали, вы сюда пришли. Меня же мобилизировали, но я же не хотел в тюрьму садиться. Я же не ехал с той, что... Так может бы не посадили? Много кого сажают, то, что вот эти митинги, не митинги, все же выставили. Много каких-то людей посадили? Кого? Моих знакомых посадили. Они выходили на митинг? Да, выходили на митинг. За что? Ну за то, что такая власть была. Ну какие митинги? То есть... Он был крайний митинг, когда там ОМОН вышел, там столько людей там избили, забрали. А протесты против чего были? Ну цель этого митинга? Ну цель тоже против правительства. Я не помню, какая там цель-то была. А когда это было? Это было в том году вроде, то ли весной. Не помню, когда это было. А кто из политиков российских вам нравится? Я даже не знаю, помню. Жириновский мне нравился. Жириновский, да? ЛДПР, да? Да. А чем нравился Жириновский? Ну не знаю, что-то он тоже как бы мне нравился до определенного момента то, что вот там Россия должна быть как бы как сказать-то потому что Россия должна быть сильной туда-сюда и то есть как бы не могу я объяснить. Я объясню. Бомбить Бомбить Киев! Бомбить мы им всем покажем! Это ж Жириновский, нет? Да нет, про Киеве-то я вообще такого не слышал. Нет, он говорил это. Про Америку слышал такое. Что же мне зачем это? Ну прикольный был политик. Вот что? Больше я никого не знаю. Я понял, для русских прикольный политик не спорят. А смотрите, вы говорите Россия должна быть сильной, а вот в чем могут? А кто не дает быть Россией сильной? Да не знаю, это не дает. Но если все нормально, то почему Россия не сильная? Россия сильная? Наверное, сами вот эти аристократы, бизнесмены, шишки не дают России быть сильной. Я понял. у вас какая машина? Это Lada Priora. Нравится? Ну так пойдет. Пойдет? А какую вы хотели иметь? Бомба какой? Бомба, да? А Бомба кто делает? Германия. Германия, да? А почему например Россия делает Lada Priora, а не может сделать Бомба? Это проявляется мощь страны, да? Да. Правда? А почему не могут сделать? Не знаю, такие инженеры не дают инженерам нормально делать. Кто не дается? Правительство наверное не дает. Делает там тяп-ляп что-то делать. Говно? Да. Все равно русские и так схавы. Может проблема у русских? Что хавы? Ну бояться потому что люди. Было же было митинг. А почему немцы смогли после Второй мировой войны? Да? Как бы побежденная нация, экономику отстроили, да? Вот у вас там деды воевали, ребята делают лучше машины, чем вы. Да я вообще не в курсе насчет этого. В смысле? Почему так все плохо стало? А вы никогда не задумывались? Не знаю. Почему? Вот например, у вас никогда не было мысли почему я должен ездить на этом говне лада приора, а хочу бмв? Немцы могут сделать демонет? Вот жирика слушайте величие нации и так далее. Ну задавался конечно таким вопросом. И какой ответ? Ну блин, что-то делали, тоже пошли какие-то новые машины я не знаю там тоже эти лады x-ray или вот нормальные машины но это уже А какая страна в мире хочет ездить на этих на российских машинах? Не знаю Казахстан тоже гоняет на таких машинах Казахстан Китай не Китай а эти У Казахстана точно наши есть машины Ну уровень а? вы все равно хотите бмв? Ну и я да Так еще раз Жириновский нравился как политик но хочу ездить на бмв как-то это Мне нравится просто эти свои приколы то что на эти дичь какую всякую встраивал Но вы голосовали за него? Нет Я вообще не за него голосовал А верите что голосованием что-то можно сменить в Нет конечно А почему? Потому что все равно будет кто-то либо Путин либо его человек стоять В России диктатура? Ну как бы она заметная среди народа ну а по сути диктатура а так как бы нет Я понял Вы горды что вы россияне? Я говорю то что я русский а не россиян То что вы русский хорошо Вот чем вы гордитесь как русский? Я горжусь тем что родина родился я в России ИИ хорошо ИИ что дальше? Своими предками то что воевали у меня прадед воевал в Великой Отечественной войне Ну воевали Украинцы тоже воевали Много народу воевало И мы говорим 2000 на улице 2022 год 2022 год Да 2022 Вторая мировая закончилась в 1945 Ну Вы же сказали чем и чем Я спросили чем я горжусь Я просто спрашиваю Вот чем вы как русский хотите гордиться в 2022 году то что деды воевали В 2022 году я не знаю за чего гордиться за то что бессмысленная война началась непонятно Не знаю Вы можете там сказать горжусь золотой приорой Вы не хотите этим гордиться потому что сами сказали машина говном Я не горжусь сейчас то что делается вообще в России Какие приказы дают по захвату там Украины Я этим не горжусь от жизни в России гордитесь Жизни в России не особо повержусь А вот ну просто вопрос да вот видите у меня футбол а что мне здесь пишет Я Украинец Да вот я в мире могу не выйти да а вы могли выйти в Украинке в футбол я русский в Европе или где-то еще в Европе не знаю ни разу не было ну не были а вот как думаете вы бы хотели одеть футболку с надписью я русский ну в Украине точно бы я не одел вот такой футбол в Украине это понятно а в Европе в Европе я не знаю какое отношение к русскому наверное плохое тоже бы наверное не одел правда вот я свободно могу входить в этой футболке и здесь и в Европе и в Америке ами украинен я украинен я гаджу взять ну Россию да потому что из-за таких поступков то что все время куда-то лезем Афганистан Чечня куда-сюда куда-то всем помогают а сами живем как бомжиновщики зарплаты по 15 по 20 тысяч люди как-то выживают никуда не деться от этого не знаю за границу хотели бы поехать посмотреть конечно а почему не ездили никогда я вообще изначально это был вообще военный 17 лет поступил в училище потом три с половиной года еще отслужил потом уголился из-за того что хотел за границу военных не пускали за границу пускали там в Абхазию еще куда-то Беларусь хотелось посмотреть нормально поработать мир посмотреть а где у нас работы нормальные на заводе работал работал хотя бы съезжу там куда-нибудь в Турцию не в Турцию отдохнул так и не заработал ничего заработал как на приору все в кредит так купили но вы довольны жизнью вот той которая живет да нет конечно а может что-то в середине России нужно менять верхушки наверное надо менять а кто должен это поменять народ должен сам правда да а почему молчит народ а едет в Украину вот как на убой все боятся все боятся правительства не знаю был какой-то там полковник который хотел там переворот сделать в России кого же и свои же и сдали с кем он хотел это сделать вот сейчас все все боятся вышли на митинг все значит кого-то закроют кого-то и забьют можно может нужно перестать бояться нужно перестать бояться ну допустим я бы это поддерживался идеей но я же не выдаю что я сделал из таких единиц ну как бы единица составляет общество какое-то ну общество ну или общества нет в России общество одного спросишь да-да-да я за это я за то а так-то если раз серьезно что-то сделать все боятся один скажет да ну нафиг не надо это делать второй тоже так же скажет и все так же все развалится все и общество это вы сейчас мобилизация в России хотите что-то сказать русскому сказать то что отказывайтесь не нужно сюда ехать лучше лучше сидеть лучше пускай сидят как-нибудь по подвалам куда-нибудь убегают в лес землянки живут не стоит она того нацисты есть здесь нет я не видел нацистов а верили что есть нацисты как бы прям говорили там видео показывали какие-то что вот пытки не пытки какие-то отрезаются знаете кто перед вами сидит а вы журналист да из какого я региона сам родом я чистой кровью бандаровец что должен был сделать с русским бандаровец сейчас в вашем воображении поотрезать что-нибудь сейчас прямо на камеру правда да почему этого не делают я не знаю должен это делать нет ну как бы русские же говорят чистокровный бандаровец там сидит сейчас должен был как тушу разделывать да и показывать русским там кров потянуть немного да телеграмм там закинуть показать смешно а кто так-то оно смешно а так-то ничего смешного и нет стыдно за народ из представителя которого ты есть стыдно за правительство свое и за народ то что боится что-то сделать не думая своей головы что-то 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 не думая что-то